Сейчас вы услышите слова человека, который боролся за независимость своей страны. Для молодых, кто может быть не знает, или для тех, кто позабыл, я напомню, кто это. Это Джохар Дудаев, чеченский военный и политический деятель, лидер чеченского национально-освободительного движения, первый президент непризнанной Чеченской республики Ичкерия, генерал-майор авиации, единственный генерал-чеченец в Советском Союзе. К началу первой чеченской кампании под командованием Дудаева находилось всего 15 тысяч бойцов, 42 танка, 123 орудия. Вот это все и называлось армией Дудаева. Было три попытки уничтожения Джохара Дудаева, и только четвертая увенчалась успехом. 21 апреля 1996 года он был убит выстрелом ракеты в свою собственную машину, смертельно пострадал, а затем через несколько часов умер. Это был хороший, честный и порядочный человек. Он был женат один раз на русской женщине, принявшей ислам. Сейчас его жена-додова получила политубежище в Швеции, о судьбе детей ничего не известно. И как всегда бывает в России, если в России человека называют бандитом, террористом или каким-то плохим человеком, то это как раз с точностью, да наоборот. Всегда нужно переворачивать. Тех, кого в России хвалят, это и есть бандиты, воры и мерзавцы. И те, кого в России ругают, я бы советовал внимательно посмотреть на судьбы этих людей. Я знал о существовании этого интервью, но никогда в него не вслушивался, а теперь получил эту ссылку от своего подписчика. И думаю, будет полезно услышать взгляд человека оттуда, из далекого времени, почти 30 лет тому назад. Он все понимал про современную Россию. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русский. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности. Отсюда и морали, и морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То, что делается. Чечня – это только предлог. А по сути, это суть российского народа. Больного русизмом человека ненавистической идеологии. А за это трудно, надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилась на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит, нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будту, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось три поколения. И этот путь закрыт. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов. Но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Дмитрий Масаевич, вы помните, как в последний раз еще бывшим Советскому Союзу вы отмечали День Победы? Конечно, помню. Я ведь командовал гарнизонами в трех округах. Это, конечно, одна из величайших достояние цивилизованного мира. Победа над человеконенавистнической идеологией фашизма. Не успела закончиться война в 1944 году, где десятки миллионов народов были физически уничтожены, депортированы и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном. Пошли войной на Иран. Дали отпор в 1953 году. В 1952-1953 годах. Дали в 1956 году Венгрии. В 1968 году Чехословакия. После этого Югославия. И так далее. А потом война в Афганистане. А далее Нагорный Карабах. Азербайджан. Армения. Грузия. Абхазия. Южная Осетия. Ингушетия. Северная Осетия. Молдова. Приднестровье. Прибалтика. Таджикистан. И пошло-поехало по миру. Уничтожение народов и земной цивилизации. И ни один человек. Фабрикантов. Авантюристов. Откровенных преступников из высших эшелонов власти. Совершавших тягчайшие преступления перед человечеством. Не понес наказание. А аппетиты все больше и больше разгорались и довели до этой ситуации, при котором творится сейчас в Чечне. И ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны. И не будут чувствовать, как эти, так и последователи, неотвратимость наказания за преступления. Беды России будут расти с каждым часом. И там, где человеконеновическая идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф. Выдумать какую-то мафию. То ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, который был сломан хребет всем миром. Долгое время Советский Союз и русизм спекулировал на этой базе. Когда и это уже наело оскомину. Потом придумали еврейский сионизм. И давай во всем мире клясть евреев. И в удобном случае оту их. Потом эта карта не срабатывать стала. Нужно было новыми в чеченской мафии. И это не сработала карта. Весь мир увидел, что той мафии, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет. И даже основы. Вся она мафия сидит в Москве. Вся она мафия сидит в Москве. Субтитры подогнал «Симон»